Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» и цикла «Путь паломника». И сегодня мы расскажем вам о творчестве Юлии Славянской, автора, исполнительницы духовных песен из Самары, которую знают, любят и всегда ждут с концертами не только в городах нашей губернии, но и далеко за ее пределами. Юлия Славянская родом из старинного города Сергиев Посад. Детство прошло рядом со Свято-Труицкой Сергиевой Лаврой. Родным для Юлии стал старинный Труицкий собор-монастыря. С 1998 года Юлия живет в Самаре. Так сложилось, что именно здесь начался ее творческий путь, связанный с православием, духовными песнями. К 2014 году было выпущено пять альбомов. Сейчас идет работа над новым. Мы побывали на одном из самарских концертов Юлии Славянской, во время которого звучали и уже многим известные и новые песни. Так уж Всевышний создал, Мы, люди, никогда дышим, А пока любим, Так уж Всевышний создал, Мы, люди, никогда дышим, А пока любим, Будьте солнышками на земле, Согревайте хоть тех, кто рядом, Каждым мгновением жизни своей, Словом, улыбкой, взглядом. Будьте солнышками на земле, Посмотрите, сгущаются тучи, А согреть душу может во тьме Даже самые маленькие лучи. Мальчики мои, сыночки, Нет могилок ваших на земле, Ветер гасит, свечи к огонечке, Ими натеряются во мгле. Мальчики мои, сыночки, Сколько ж вас покоится на дне, Полевые синие цветочки, Брошу убегающей волне. Музыку Юлия пишет на стихи классиков. Алексея Толстого, Михаила Дмитриева, Петра Вяземского. У меня есть несколько таких вот древних книг 1909 года, 1915 года. Это сборник духовных стихотворений. Конечно, когда листаешь вот эти вот странички уже, Такие пожелтевшие уже, Понимаешь, что уже тех людей, Которые берегли и хранили эту книгу, Их уже в живых нет. Но вот как-то понимаешь, Что все-таки вот эти стихи, Они могут жить дальше. Их надо обязательно Передавать Вот эти все переживания, Передавать нашим детям, Другим поколениям, Чтобы вот эта связь веков, Она не обрывалась. Также у Юлии Славянской Немало песен на слова Иеромонаха Романа Матюшина, Протерея Андрея Логвинова, Инока Всеволода Филипьева И других современных поэтов. Духовным наставником И соавтором песен Юлии Стал протерей Сергий Гусельников, Настоятель Самарского собора В честь святых Кирилла и Мефодия, Писатель и поэт. Юлия советуется с батюшкой По духовным и творческим вопросам, А перед концертами, гастролями Всегда берет благословение. Я ей подарил сборную своих стихов, И она написала песню На мои стихи о Пасхе. Песня получилась очень удачная, Она пришла ко мне, она спела, Потом работала над аранжировкой, Удачная получилась мелодия и песня. Она до сих пор одна из самых Популярных песен Юлии Славянской. Пасхальный период на своих концертах Она всегда ее исполняет. Затем я уже написал стихи, Посвященные непосредственно Юлии Славянской Весеннее утро. И вот в дальнейшем таком В творческом нашем союзе Написалась еще одна песня Белый ангел. Эта песня рождена, Можно сказать, По мотивам Сербии И сербских новомучеников. Белый ангел на камне у гроба Мироносец и в утреннем клет. Пусть исчезнут страдания и злоба На истерзанной сербской земле. Пусть исчезнут страдания и злоба На истерзанной сербской земле. Это вечная коса во воле, Это вечная битва с врагом. Пусть все будет по Божьей воле, Пусть останется мирным наш дом. Пусть все будет по Божьей воле, Пусть останется мирным наш дом. Нередко обычные зрители, слушатели Делятся с Юлией книгами и собственными стихами. Господь приходит через людей. Вот это надо не забывать. Иногда думаешь, как это так, Вот эта встреча там, да, Что такое случайность? Вот недавно узнала, да, Это соприкосновение с лучом. То есть тебе, как вот случай такой, Вот Господь дал соприкосновение в этой встрече с лучом. Антонина Ромашкина, Жительница Краснодарского края, До сих пор мне пишет. И вот песня «Матушка Богородица», Она в третий альбом вошла, Как раз вот на стихи Антонины Ромашкиной. Песня «Матушка Богородица», Дева святая Мат, Ты научи, взываю я, Матерью как мне стал. Где обрести любви ключи, За дар Бога благодари, Не откажи, молю, научи, Матерью как мне были. Этот сборник, составленный Дивеевскими сестрами, Подарила певица Софья Туманкова из Нефтьюганска. Я очень счастлива, что она мне попалась, эта книга. Я ее стараюсь всегда с собой возить. Уже несколько стихотворений из этой книги у меня зазвучали во мне. И надеюсь, что я обязательно запишу их, И какие-то уже войдут в новый альбом. Песня, а какие-то, дай Бог, еще в следующей. Я сейчас спою песню, называется она «Исповедь в стихах». Исповедуйте меня, батюшка, Я давно не склонялась над ризою, Посему иногда мне кажется, Что душа моя стала сизою. Каюсь в том, что лгала доверчивым, Каюсь в том, что сомнения мучили, Что порою утром и вечером Мысли черные вели с тучами. Облегчите мне душу, батюшка, Отпустите грехи и горести. Облегчите мне душу, батюшка, Примирите меня с моей совестью. Песня на стихи Ирины Самариной «Я пришла за счастьем» Тоже войдет в новый альбом. А познакомилась с творчеством Петессы из Санкт-Петербурга Юлия также благодаря сборнику. Я ей выслала эту песню, Поделилась ей, она очень понравилась. Она сказала, когда я писала эту песню, Я стояла на балконе, Смотрела в небо и плакала. И вот она говорит, Мне эта песня пришла с неба. Я говорю, знаете, Я ее тоже очень чувствую хорошо. И, наверное, вот это вот наше с вами Такое вот, вы почувствовали это через стихи, А через музыку, да, И вот это вот наше общее такое, Наверное, наши и слезы какие-то, Вот это все переживания, Они все передаются слушателям. Ее, кстати, очень хорошо воспринимают Во всех городах. Она какая-то такая доступная. Наверное, такие песни надо Действительно иметь в репертуаре, Чтобы достучаться до любого сердечка. Я пришла за счастьем, Вот мои ладошки. Боженька, ну жалься, Поделись немножко, Людям очень важно С мыслью просыпаться, Что жива надежда, Что нельзя сдаваться. Людям очень важно С мыслью просыпаться, Что жива надежда, Что нельзя сдаваться. Найти путь к сердцу каждого зрителя Помогают не только слова. Многие песни Юлия исполняет под гитару. А сейчас она осваивает И старинные русские инструменты. Я очень рада, что я пришла К инструменту гусли. Потому что именно, наверное, Это исконный такой русский инструмент, С которого, наверное, Музыка у нас и начиналась. Тогда рассказывались былины, Сказители рассказывали сказки, Баллады исполнялись. Это все под гусли. А потом уже начали Другие инструменты возникать. Поэтому я считаю, Что надо обязательно возвращаться К нашим инструментам, И к гуслям, И преподавать гусли. Уткнулась в теплый бок коровы, Как трудно жить порой на свете, А слез никто не должен видеть, Ни муж, ни дети. Корова будто бы хотела Парным утешить и молоком, Лизнув доверчиво хозяйку Шершавым теплым языком. У меня была такая радостная И хорошая встреча В селе Мусорка С гуслером. Георгий его зовут. Он здорово играл На гармошке и на гусли. Когда я слушала гусли, Я поняла, что я куда-то вот улетаю, Куда-то вот в ту Русь. И вот у меня было такое ощущение, Что вот правда это какая-то вот связь такая вот Уже с той Россией, Которая вроде бы той России нет, Но она в нас существует. А потом как-то раз-раз-раз Сидел рядом батюшка, Он говорит, а вот теперь сейчас Будет тут на гармошке играть. Я так немножко приземлилась И начала слушать гармошку. Георгий играл на гармошке Военные песни, Руссконародные песни. И я вот поняла в тот момент, Что я без гармошки, все, я хочу играть на гармошке. Очень рада, что в скором времени Я ее приобрела, научилась играть. И уже в концертах вместе с залом Пою под гармошку. И какую-то вот эту тоже нашу Русь. И на фронтах же люди пели под гармошку. То есть это наш такой тоже исконный русский инструмент. Тоже считаю, что его надо нести в массы, Не забывать. В этом году отмечается 71-я годовщина победы В Великой Отечественной войне. И Юлия посвятила этой дате концертную программу В Сургуте, подготовленную при участии Местного театра пластики и пантомимы «Гротеск». В нее вошли известные песни военных лет И песни из репертуара Юлии Славянской. Помню, как в памятный вечер Падал платочек твой с плечи, Как провожала и обещала Синий платочек сберечь. Как провожала и обещала Синий платочек сберечь. Что поделать, если просто что-либо делать, Остается только ждать, Любить и верить, Остается не замерзнуть, Улица грез, Остается пережить Январь и мороз Что поделать, если пост Что-либо делать Остается только ждать Любить и верить Остается не замерзнуть Улица грёст Остается пережить Январь и мороз Остается пережить И снова в покой Труба Нас зовёт Мы все Встанем в строй И все пойдём В священный бой Встанет за веру Русская земля В концерт Вошла и новая песня Под названием «Зинка» На стихи Юлии Друниной В этой песне Поётся про Юльку И Зинку А Зинка — это Зинаида Самсонова Она была на войне С Анной инструктором В 44-м году Она погибла И ей присвоено звание Героя Советского Союза Эту песню я посвящаю Юлии Друниной Зинаиде Самсоновой И всем воевавшим Женщинам У меня есть друзья Любимый У неё ты была Одна Пахнет в хате Квашнёй и дымом За порогом бурлит Весна И старушка В цветастом платье У иконы Свечу зажгла А я не знаю Как написать ей Чтоб она тебя не ждала А я не знаю Как написать ей Чтоб она тебя не ждала Откликается Горечью в сердце Юлии И кровопролитная война Наших дней От жестокости которой Страдают мирные жители В сентябре прошлого года Юлия ездила с концертом В Донецк Чтобы поддержать людей Вживающих в условиях Ежедневного кошмара Также совместно С общественной организацией Антивойна И добровольцем Андреем Лысенко Организовали гуманитарную акцию На концертах Были собраны деньги В помощь детям Донбасса Я знаю Что наши люди Очень добрые Отзывчивые Искренние И я так благодарна Зрителям За то, что они Все-таки После того Как я спою песни Может быть Через песню Конечно Они еще больше Проникаются Этой болью Например Песня украинского солдата Мы там даже сделали ролик Про ту больницу Это фильм такой Есть травма В котором как раз Показываются Вот эти Донецкие врачи Которые действительно Спасали Спасали даже Украинских солдат Мам Я в плену Но ты не плачь За штополи Теперь как новый Меня лечил Донецкий врач Уставший Строгий И суровый Лечил меня Ты слышишь Мама Я бил по городу Из градов И пол больницы Просто в хлам Но он меня лечил Так надо Господи Помилуй Господи Прости Меня В ноябре 2015 года Певица поехала на Украину Второй раз Я сначала спела песню А потом попадаю в эту больницу Попросили купить аппарат Для просмотра снимков Мы купили вот эти вот аппараты В этот второй раз Она ехала не с концертами А как волонтер Но гитару с собой взяла Чтобы по возможности Спеть ополченцем И такая возможность представилась С утра нас дали команду Что можно Мы приехали в этот волево-центр Там конечно вот было страшно Первый раз я почувствовала Что Когда услышала Что стреляют Это было страшно То есть конечно Сердечко заходится Потому что я так Вот в сентябре мы попали Вообще ни одного выстрела Я не слышала А здесь уже там За километр от нас Снаряд попал в дом Но самое Вот что мне запомнилось Что вот Так было тяжело исполнять Вот видеть их глаза конечно Глаза полны и боли И конечно же надежда Наверное у нас У всех живет Что когда-то может Дай бог это закончится Война это Но вот это я видела Когда я пою А в этот момент Одни ребятки уходят Обнимают тех Которые пришли Обнимаются А эти приходят Садятся слушают Потом эти уходят Те приходят И вот я понимала Что я им сейчас пою Как бы такая вот Минуточка Да Я то уеду уже Там через полчаса Там да Из этого ужаса А они У них война идет И что вот те Которые ушли Они могут уже не вернуться Покупали и развозили продукты Женщинам Старикам Детям Они на улице там костер делают Готовят кушать еду Как они одеты там Ну вот мы ездили в ноябре Уже было холодно Уже вот я уже в теплую одежду брала И пока ребятки у нас Ушли к ополченцам Я смотрю Девочка идет Ей лет наверное 13 И я говорю Слушай А ты не боишься Говорю здесь вот Я вот сейчас слышала Там выстрел Мне страшно Она говорит Нет я не боюсь Я говорю А где вы ночуете Когда стреляют Она говорит А мы у нас Есть вот этот подвал Хотите мы вам покажем Я говорю Покажите Мы спускаемся в подвал Стоит стол Лежит матрас На нем какие-то вещи набросаны Там такая вот могильная Вот это вот какая-то Вот это вот Во-первых холод Влажность какая-то Вот непонятная Да вот Я вот так постояла Вот это замкнутое Вот это черное пространство Я говорю И вы вот тут вот Как каждую ночь Да мы здесь вот Каждую ночь Сиди Или просто держи Вот там Светлые Светлые Собой Меня Возьмите Вашу Страну Великую Где Наши Господь Искупите Мы бы Взяли Тебя Человече Но В стране Той Люди Как Свечи Ты же Тяжко Грехом Искалечен Окаянством Своим Изувечен Благотворительная Акция Продолжается Деньги Собранные На концертах Юлия Передает Волонтерам А те Распределяют На покупку Необходимого Нуждающимся Хочется Рассказать И о повседневном Служении Певицы Который Является Не менее Значим В Духовно-просветительском Центре Юлия Славянская Создала Хоровой Коллектив Светоч Преподает Вокал Детям Еще разочек Только давайте громко Радунка Не давай Дождя Давай Солнечный Колокон Дударь Встали Что болит Ухо Взяли друг друга за рушка И все по кругу идут и поют И Дударь 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 Моя мечта Чтобы Как можно Больше добрых Хороших Песен Вошло В наших Детей В их детские сердца Не обязательно Я не говорю Чтоб они Мои песни Там пели Пусть они Песни поют Добрые Которые Воспевают Родину Отечество Наверное Любовь к ближнему Своему К природе Ну конечно же К Богу Юлия Старается Сотрудничать С детскими Коллективами И на гастролях Мы в Киргизии Делали так Я девчонок Одела Мы с руководительниц Так решили Можно Именно Наших девчонок В киргизские Наряды Одеть А киргизских Девочек В русские Наряды И вот у нас С Куличом Шла Киргизская Девчонка Красивая Значит в русском Наряде В кокошнике И народ Знаете Вот прямо Это вот такое Было единение Чувствовалось в этом Что мы все Мы хотим все Дружить Мы хотим все Жить в мире Поэтому Я считаю Что вот эту Дружбу надо Сохранять Нести ее Обязательно Нашим детям Чтобы они Ни в коем случае Никогда у них Мысль о войне Что можно Пойти против Киргиза Против белоруса Воевать Или против Украины Пойти воевать Да как это можно Пусть русские Любят друг друга Беде не бросают брата Пошли нам Святого Духа Да будет Россия свята Пошли нам Святого Духа Да будет Россия свята Да будет Россия свята Боже спаси Россию Боже спаси Россию Молитвами мира Некленного Царевича Алексея От рога убиенного Я песней Господу молюсь Говорит славянское И молитва эта Сильная Искренняя Идущая Из самого сердца Молитва о мире на земле О нашем народе И откликается она В душах тысяч людей Многих приводит К храму К покаянию К благодарности Господу К добру К уважению К подвигам предков Пожелаем Юлии Помощи Божией В ее деле А наша передача На этом заканчивается До свидания И храни вас Господь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин